Несколько дней назад писатели Быков, Глуховский, Акунин, Улицкая объявлены национальным достоянием Украины. И вот теперь Дмитрий Быков, Зильбертрут, с придыханием рассказывает, что выгоняя лучших, Россия лишает себя будущего. Быков заявил, что без иноагентов и беглецов Россия стала болотом и лишилась будущего. Я так понимаю, под лучшими Зильбертрут имеет в виду себя Панина, Галкина и прочих гигантов творческой либеральной мысли. Вынуждены огорчить Зильбертруда. Россия не выгоняла лучших. Так навоз из углов повыгребли, да проветрили. И стало действительно свежее. Но нас-то они не забывают. В прошлом журналист и писатель, а нынче сидящий за океаном иноагент Быков не дается скучиться по своей персоне бывшим соотечественникам. Вот снова вылез с пророчествами и ума, то есть безумными заключениями. Быков уверен, что наводнение в Оренбургской области это начало революции в России, потому что нельзя бесконечно долго отвлекать от реальных проблем. Этот поводок всего лишь предсказание того, что будет с Россией очень скоро, вещает Быков про сложную ситуацию в Орске. Откуда полетят эти черные лебеди, непонятно. Но то, что они полетят, неизбежно. Потому что нельзя бесконечно долго отвлекать внимание страны от ее реальных проблем. Иноагент считает, что сегодня мы переживаем не 1937 год и не 1949, а какой-нибудь февраль-апрель 1917 года. А осенью, по его мнению, настанет кризис. Действительно серьезный. И не надо кивать надеяться на то, что в Америке Трампа изберут. Избрание Трампа, уверен Быков, к лучшему. Это ускорит катастрофу. Ну а дальше уже ставшие традиционными пассажи про людей со светлыми лицами и высокими помыслами, которые вернутся восстанавливать деморализованную паническую страну. Насколько светлые помыслы тех, кто не устает поливать помоями Россию, мы, увы, уже успели за эти годы убедиться. Интернет-пользователям Быков откровенно надоел. Прошло время, когда он собирал аудитории и рассказывал о деятелях, литературы. А политолог инострадамус из него никакой. Уехал, ну и сидел бы, не вякал, считают люди. Потому что ничего умного сказать не может. Народ не желает видеть, слышать Быкова. Люди считают, что он пьет, выглядит отвратительно. И уж тем более, никакого доверия к себе не вызывает. Да и какое доверие может быть киноагенту? Это ведь уже как клеймо на лбу. Россияне жестко ответили Быкову. Сказочный дурачок. Как их всех пучит, а особенно испуганных патриотов. И в Казахстане сейчас наводнение. Туда тоже черные лебеди прилетят? Дебил. Только бы поднасрать нам. А сами уже жалеют, что уехали. Фу, гады. Ему бы с бухлом завязать. Глюки мучают. Сильно его все-таки эмиграция торкнула. Кукушка поехала конкретно. Алкогольная деградация на лицо и на лице. Вылезли из 90-х, когда всем было тяжело. И теперь снова хотят столкнуть нас в это днище. Разносят Быкова россияне. Но в то же время иноагент Быков и украинский драматург Денисова, которая уже провела суд над Путином в Гааге, вероятно, все еще получают гонорары от постановок в Московском театре имени Майковского. На сцене театра показывают «Школу жен» в переводе Быкова, а также «Диколог» на «Стретенке». И Маяковский идет за сахаром. Авторство Денисовой. Вот и хочется спросить Министерство культуры, которое постоянно в зимней спячке. Ну и доколе?